Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в Microsoft Flight Simulator. Мы находимся в США, штат Калифорния, для того, чтобы посетить город Анахайн, в котором, в свою очередь, располагается известный парк аттракционов Диснейленд. Уж очень любопытно посмотреть, как он здесь в игре реализован, посмотреть на модельку на территорию парка, соответственно. Диснейленд на самом деле не один, вроде как есть еще в Париже и в Гонконге, но мы собираемся посетить именно первый Диснейленд, который был открыт в 55-м году, вроде как, или в 56-м, по-моему, в 55-м году. Лететь недалеко, вылетаем мы, как вы видите, из Лос-Аламитаса, и где-то через 3 минуты будем уже на месте. Синхронизированы реальные погодные условия. Судя по всему, довольно облачно на территории Лос-Аламитас. Сейчас будем надеяться, что в самом городе все будет гораздо лучше и солнечнее. Хотя, не знаю, может быть, придется менять погодные условия. В конце концов, мы можем себе позволить это сделать в любую секунду, в любое мгновение. Так, отрываемся от взлетно-посадочной. Ну, так вот, замечательный у нас самолет, Cessna 208 или вроде этого. Я не уверен, что мы сможем, конечно, парк с такой высоты увидеть, учитывая то, что здесь достаточно облачно. Но вот в редких случаях пространство открыто не загораживается облаками. Так что, может быть, мы их заметим. Замечательный парк. Я хоть там и не был, но я думаю, что парк интересный как минимум. Многие из вас мечтали посетить Диснейленд, но мечтали ли вы о полете над Диснейлендом? А здесь я уже не уверен и утверждать ничего не буду. А эта замечательная игра предоставляет нам такую возможность пролететь над Диснейлендом. Итак, мы уже приближаемся к месту назначения. Но здесь мало облачное, так что Диснейленд мы должны увидеть. Я надеюсь. Так что давайте обороты что-то у меня на максимум. Я забыл немного притормозить, немного сбавить обороты. Вот смотрите, какая-то огромная парковка. Вряд ли это Диснейленд. Честно говоря, не очень похож. Я не знаю, будет ли он отмечен. Скорее всего, он даже отмечен как... Не будет как достопримечательность. Есть у меня такое ощущение. Фуллер... Фуллертон рядом находится. Так, ну здесь, честно говоря, я не вижу. Но вижу огромное шоссе. Но вот Диснейленд мной не был обнаружен. Какой-то голубой райончик, смотрите. У всех домов абсолютно одинаковые крыши. Как будто там живет какая-то целая секта. Так, ладно, давайте на второй заход. Может быть это все-таки Диснейленд. Уж слишком огромная стоянка. Какие-то невероятно масштабные парковочные места. Так, тихо. Совершаем манюло. Как всегда, полностью контролируя ситуацию. Ну, немножко набрал скорость. Немного переборщил со скоростью. Да, здесь, конечно, в таких крупных городах фрезы просто каждые три секунды. В общем, какое-то интересное место. Но это не Диснейленд точно. Мне кажется, он по цветастей должен быть уж точным. Если модель этого знаменитого замка и не воссоздана с точностью до миллиметра, то уж цвета, мне кажется, будут различимы. Так, дамы и господа, похоже, это действительно Диснейленд. Так, подождите, а где тогда... Или, может быть, это и другой какой-то парк? А где тогда... Ну, парковка, конечно, невероятных размеров. Посмотрите, сколько автомобилей. Причем они имеют объем. Не имеют, конечно, модельку. Но зато выпуклые. Выпуклые автомобили издалека выглядят достойно. Чудесный замок невероятной красоты. Он где-то здесь, но не бросается в глаза. Где же он? И как мне его обнаружить? Вон там, смотрите, какие-то солнечные панели. Что это такое? Да, это похоже на солнечные панели. Это они и есть. И также я здесь уже вижу американские горки. Ну, смотрите. Немного, конечно, дырявые. Но, тем не менее, это... Понятно, что это американские горки. Даже как это солнышко изображено. Но, мне кажется, нужно приступать уже к ремонту. Боюсь я, что прокатиться здесь нормально нельзя. Так, ну, вот уже красочное, симпатичное здание. Вот еще какая-то горочка, видимо. И там мы пролетали мимо огромное количество каруселей. Вот здесь вот полностью плоское пространство. Здесь ничего интересного нет. Но я думаю, мы сразу заметим самое главное здание. Потому что, если ввести в поиски Диснейленд, будут фотографии именно того самого замка, который, в свою очередь, фигурирует и в заставке различных мультфильмов. И других картин. Но я не вижу, честно говоря. Ведь что-то территория прям совсем маленькая. Но это же не замок. Так, ну это, видимо, еще какой-то аттракцион. Вы хотите сказать, ну нет. Это точно не похоже на замок. Но я уверен, что он где-то замаскировался. Нужно просто повнимательнее посмотреть. Может быть, он в самом начале? Еще какие-то аттракционы. Но это точно не он. Не пойми, что. Боже мой. Как будто мороженое растеклось по всей этой территории. Расстаяло. Вот так вот. А вы не боитесь изменения климата. Вы не боитесь глобального потепления. Еще какие-то горы. Смотрите, здесь личный Эверест. А нет, это здание. Вот личный Эверест. Огромная скала. Но замка я действительно не вижу. Может быть, под солнечными лучами он, конечно, расплавился. Уже до конца. Но вот с высоты птичьего полета я его точно не вижу. Либо я просто долблюсь в глаза. Вот так, похоже, люди и разочаровываются в Диснейленде. Может быть, вот он, замок. Кстати, похож. Да, вот он, наверное, замок. Вот эта вот центральная площадь. Я, честно говоря, думал, он по высшим будет. Вот что-то еще красное, смотрите. Красное фалоса. Все для развлечения детей. Дорога даже есть. Для туристического транспорта. Так, ну эти карусели мы уже посмотрели. Здесь все глянули. Ну да, похоже, это и есть замок. Я его уже потерял. Он настолько крошечный, что все, я его уже не вижу. А вот оно. Да, но это похоже на центральную площадь. Место, где огромное количество народа. И вот здесь вот великий замок. Не хватает фейерверков. Фейерверков. Но ночное небо мы это сделать сможем. Похоже? Один в один. К сожалению, огни и фейерверк запустить я не в состоянии. Нужно звать пиротехников. Это какой-то цирковой шаттер. Что ж, господа, посетили мы Диснейленд. Можем еще здесь в районе полетать. Посмотреть на местные достопримечательности. Помимо Диснейленда. Наверняка здесь что-то есть еще интересное. Это как будто... А, это автомобиль, я думал, это какой-то рынок с палатками. Было довольно странно. Да, но зато наверняка одна из самых крупнейших парковок. Это тоже в какой-то степени достопримечательность. Вот так вот дети и разочаровываются. Узнав, что на самом деле из себя представляет Диснейленд. Вот наш парк в Москве, который открыли, забыл, как он называется. Вот это другое дело. Не нужны нам никакие американские Диснейленды. Блин, только смотрите, весь город в парковках. Вот это меня действительно впечатлило. Эти парковки. Так, мы возвращаемся в самолет. И в конце концов мы здесь, чтобы полетать на самолете непосредственно. А не просто... Что здесь происходит вообще? Куда я смотрю? А, в потолок. Залип немного. А не просто со свободной камерой. Так, можно облака вернуть, чтобы посимпатичнее смотрелось. Давайте так и сделаем. Так, и прибавить надо оборотов. Набрасим высоту после активной паузы. Обычно вот нечто подобное и происходит. Так, реальная погода выглядит приблизительно вот так. Так, давайте разбросаем ее облачность. Или незначительную. Еще лучше. Вот так и светло, где видно все. Но игра здесь невероятно фризит. Слишком большое количество объектов. Нужно снижать графические настройки. Как вы понимаете, желания этого делать нет. Так, какое-то поле прямо над нами. Бейсбольное такое ощущение. Но может быть это какой-то частный сектор. Вполне возможно. Так, и аэродром у нас где-то вон там, прямо по курсу. Можем там и приземлиться. Но для начала. Глюбанное шоссе попробуйте опять. Приземлиться. Почему бы и нет? Тут большое достаточно шоссе. Да, давайте на него и приземлимся. Совершим очередную экстренную посадку. И приземлимся прямиком на шоссе. Аккуратненько. Как я умею аккуратно. Я это сделаю. Так, ну вот на самом деле гигантское просто количество автомобилей. Довольно плотный трафик. Через каждый метр какая-нибудь заполнена под завязку парковка. Но при этом есть и зеленые участки. Да, вот такое вот шоссе. Практически Грандзит Аута. Не самое удачное место для посадки. Нужно что-нибудь полу... Что-нибудь более прямое. Так, и впереди, прямо по курсу, у нас Лос-Саламитес. То место, откуда мы и вылетели. Так, давайте выпускать закрылки. Так, скорость 80. Мы аккуратно снижаемся. И сейчас произведем экстренную посадку на шоссе. Я видел несколько видеороликов, где люди как раз-то подобные самолеты и сажали на шоссе. И в итоге двигались в потоке. В автомобильном потоке. Выглядело это, конечно, уникально. И опыт, наверное, тоже уникальный. У человека, который сажал самолет. Так, вот здесь вот что-то похожее на мостик. Гляньте, машина в ряд спавнится и тут же исчезает. Мы мост сейчас пролезим, хотя дальше там еще похожий мост. Предупреждает нас игра о том, что неверно установлен указатель курса. Но кому на курс не наплевать. Верно? Так что мы игнорируем. Абсолютно любые предупреждения. Абсолютно любые ошибки. Главное не вмазаться в отбойник. Так, ну я пролечу. Я пролечу еще чуть подальше. Там еще какой-то мостик. И вот там, кстати, поле, где можно приземлиться также. Какие-то маленькие дома. Такое ощущение, что это гаражи. Так, а мы постепенно теряем высоту. Все ниже и ниже. И готовы уже осуществлять посадку. Боже мой, смотрите на этот трафик. Это, наверное, самый крупный трафик, который я видел. Мы, конечно, не были в Лос-Анджелесе. И низко не летали в Нью-Йорке. На два шоссе. Боже мой, посмотрите, что здесь происходит. Машины просто пересекают. Пересекают вот эту территорию. Прыгая как с трамплина. Так, ну и самое удачное место для приземления прямо перед нашими глазами. Пора. Пора сделать это. Давайте вот здесь приземлимся. Здесь машин поменьше. Они исчезают, когда видят самолет. Неудивительно. Там, кстати, сплющены машины на шоссе. Итак, удачное приземление. Может быть, не самое мягкое соприкосновение. Но мы на шоссе. Дамы и господа, теперь мы можем почувствовать себя в роли наземного транспорта. В роли автомобиля. Покататься здесь по шоссе. Вот для тех, кто просил изучить автомобили, выглядят они примерно вот так. Три одинаковых фургона, хотя с разной текстурой. Максимально просто выглядит здесь транспорт, но его усложнять модели транспорта и не нужно. В конце концов, сомневаюсь, что разработчики рассчитывали, что вы будете кататься по различным шоссе, по хайваям и так далее. Кстати, вдалеке, обратите внимание, есть еще какие-то структуры острые. Что это такое? Это как будто голова-шапка Бэтмена. Давайте туда доедем. Итак, ручник я ставим. Нет, ручник я не ставим. Прибавим оборотов. И поехали. Так себе, так себе дороги, честно говоря. Чувствуются ямы и приплюснутые автомобили. Может, не знаю, каток здесь проезжал. Или что с ними произошло. Но они отпечатались в этом мире и останутся в памяти и в сердцах горожан. Так, а здесь у нас мост, кстати. Надо бы взлетать, наверное. Да, просто огромное количество сплюснутых автомобилей. Да, давайте взлетать. Что-то под мостом, мне кажется, я не проеду. Эти ребята, конечно, способны, но они как в Гарри Поттере. Просто сквозь стену проходят. Так что я не рискну все равно. Может быть, для меня там есть колесец. Скорее всего, так и есть. Так, а это, судя по всему, какая-то промышленная местная зона. Скорее всего, это трубы. Возможно, мы приближаемся все ближе и ближе. Как раз под конец и рассмотрим на эту зону. Да, вот так и случается. Отправляешься посмотреть какой-то конкретный объект, но в итоге начинаешь изучать ее окрестности. Всегда интересно посмотреть на что-то еще. Да, да, это действительно какая-то промышленная зона. Так, что там? У меня уже какие-то предупреждения в очередной раз. Но, кстати, выглядит довольно неплохо. Лучше Диснейленда. Может быть, вместо Диснейленда на заводы ходить на экскурсии? Тоже неплохо, смотрите. Чем хуже того замка. Так, ну и порт. И пляж. Можно и здесь еще в конце приземлиться. Да, давайте так и сделаем. В таком случае в конце мы еще здесь приземлимся. Тем более, что я не убирал закрылки. Скорость у меня небольшая, скорость 70. Ну, хватит фризить, пожалуйста. Игра, прошу тебя. Я боюсь просто представить, когда выйдет поддержка в виртуальной реальности, как она себя будет ввести. Я крылом случайно не задену вот этим вот дамом. Площадь вроде как большая, но мне кажется, я могу и не поместиться здесь. В любом случае, повреждения у меня отключены, игра не закончится. Мы врежемся, даже если мы врежемся, даже если мы столкнемся с каким-то объектом. Какой-то песочек, смотрите. Ничего страшного не произойдет. Может быть, мы даже перевернемся? Нет, вроде как я здесь умещаюсь. Но там что-то острое есть. Что-то странное. Вот эти объекты я могу задеть. Надеюсь, это не отдыхающие. На лежаках. Так, давайте еще вот этот вот конус странный пролетим. Дома здесь, кстати, плохо. В осознанной не имеют модель. Имеют объем, но не имеют текстуры модель. Так, ну что ж. Вон там кто-то лежит. Да. С плюснутой. Да, не знаю, что это такое, но этих конусов все больше и больше. И очень странная дома. Проработка здесь минимальная. Так, ну вот теперь здесь, я думаю, мы можем приземлиться. Но что-то здесь странное творится. Даже складно получилось. Так, ладно. Идеальная зона для приземления. И песочек здесь, смотрите, светленький. Беренький, симпатичный. Какие-то палатки по левое крыло. Что-то меня дернуло. Возможно, крылом я все-таки задел. Или я в песок зарылся. Шасси, смотрите. Да, похоже, песочек здесь довольно рыхлый. Так, теперь поднимаюсь. Подъем. Все, одним колесом просел, конечно. Но посадку можно считать удачной. Что ж, господа, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok